Сегодня мы поговорим о магни планарных наушниках Fostex. Если вы хотя бы немного следите за миром Hi-Fi, эта компания вам наверняка хорошо знакома. Она появилась в конце 70-х годов прошлого века в Японии и уже долгое время занимает лидирующие позиции в сфере профессионального аудио. В этот раз ко мне на тест попали сразу три модели наушников – T20RP, T40 и T50. T20 – открытая модель, T40 – закрытая, ну а T50 – нечто среднее между ними. Производитель называет такое акустическое оформление полуоткрытым. Эти модели относятся к классической категории наушников – их выпускают уже не один десяток лет. Правда в нашем случае речь пойдет о самой современной модификации с индексом MK3, которая появилась относительно недавно – в 2016 году. Все три модели оснащены одинаковыми и с динамическими излучателями квадратной формы, выполненными по технологии Regular Face. Еще их называют магнитопланарными. Принято считать, что такие наушники могут воспроизводить более детальное и точное звучание по сравнению с классическими динамиками. Однако стоимость производства у них значительно выше, поэтому в недорогих наушниках такие драйверы практически никогда не появляются. Собственно, этим Фостексы и уникальны. Они предлагают отличные излучатели за относительно небольшие деньги. На сегодняшний день Т50 – одни из самых доступных магнитопланаров на рынке. Поэтому многие пользователи предпочитают начинать свое знакомство с данной технологией именно с наушников Фостекс. Насколько это оправдано, мы и попытаемся разобраться в этом видео. Как я уже говорил, линейка наушников с индексом Т у Фостекс далеко не новая. Ее первые представители появились на свет более 30 лет назад. И хотя современные модели подверглись существенной переработке, в них без труда распознаются классические элементы внешнего вида, придуманные еще в 70-х годах прошлого века. Чашки наушников сделаны из крепкого пластика. К ним подсоединены металлические направляющие для регулировки высоты оголовья. Само оголовье достаточно широкое, оно выполнено из металла обтянутого эко-кожей. Носить наушники комфортно, чрезмерного давления на голову они не создают. Из минусов могу отметить только амбушюры. На мой взгляд они немного жестковаты и уши полностью не накрывают. Поэтому если сидеть в наушниках долго, появляется ощущение, что амбушюры слегка подавливают на края ушей. Решить вопрос можно с замены амбушюр на более комфортные. Вариантов специально для Фостекс Т50 можно найти огромное количество. И тут уже все зависит от ваших предпочтений. В целом, с точки зрения удобства, наушники сложно назвать эталоном. Но зато в плане надежности к ним вообще нет никаких вопросов. Они обладают очень крепкой и проверенной временем конструкцией. Еще из плюсов хотелось бы отметить отсоединяемый кабель системой блокировки. Для того, чтобы подсоединить коннектор, необходимо вставить его в разъем и повернуть на 90 градусов. Также производитель не пожадничал и положил в комплект сразу два кабеля. Классический миниджек и джек на 6,3 мм. Теперь поговорим о звуке. Магнепланара от Фостекс нельзя назвать универсальными наушниками для всего. Сопротивление у них 50 Ом, поэтому подключать их к ноутбуку или смартфону не имеет особого смысла. Играть они будут нормально, но свой максимум в таких условиях точно не покажут. Чтобы в полной мере раскрыть эти наушники, вам понадобится отдельный усилитель или хотя бы качественная звуковая карта. Ну а вообще магнепланары всегда требовательны к источнику. Подключать их к обычным портативным устройствам без дополнительного усиления я не рекомендую. Наушники будут играть тихо и вы не почувствуете всех преимуществ этой технологии. Исключение составляют только портативные хай-фай плееры с мощным усилителем. Но это, как вы понимаете, уже совсем другая история. Поскольку во всех моделях используется один планарный драйвер, звучание у них схожее. Некоторые отличия есть, но они обусловлены исключительно разницей в конструкции. Открытые Т20 RP предлагают нам самый глубокий бас. В закрытых Т40 бас более сфокусированный и плотный. Ну а полуоткрытые Т50 обеспечивают наиболее ровное и естественное звучание. Лично мне больше всего понравились именно Пятидесятки. Баса в них поменьше, а общий уровень детализации и собранности чуточку выше. В 40 модели частотный баланс немного сдвинут вниз. Басы ощутимо выделены, а высокие напротив кажутся слегка приглушенными. В 20-х тоже ощущается акцент на низы, но бас здесь более густой и массивный. На его фоне середина создает впечатление некоторой отстраненности. Впрочем, не думайте, что разница в звучании значительная. Она ощущается скорее в мелких нюансах, которые при желании можно скорректировать эквалайзером. В любом случае, все модели обладают одинаково проработанным и детальным звуком. Особенно меня впечатлила достоверность средних частот. На мой взгляд, это вообще самая сильная сторона магнипланаров от Фостекс. Гитара, вокал и фортепиано звучат на них просто потрясающе. В целом, звук у наушников достаточно нейтральный, поэтому тут нет какой-то явной жанровой направленности. Они одинаково хорошо отыгрывают все музыкальные жанры, начиная от классики с симфоническим оркестром и заканчивая каким-нибудь скоростным тяжелым металлом. Ну и в заключении обзора еще раз отмечу, что у компании Фостекс получились отличные наушники. Они прекрасно подойдут как для прослушивания музыки, так и для профессионального мониторинга. За относительно небольшие деньги вы получаете действительно качественные магнипланары, которые при желании можно улучшать и дорабатывать на свой вкус. Правда, если у вас еще нет нормального мощного источника, придется им в срочном порядке обзавестись. Подключать эти наушники к смартфону или ноутбуку вообще не имеет никакого смысла. Вы попросту не ощутите всех преимуществ из-за динамических излучателей. К спорным моментам этих моделей можно отнести разве что не складывающуюся конструкцию и не самые удобные стоковые амбушюры. В остальном, наушники дают нам отличную возможность познакомиться с магнипланарной технологией, не потратив колоссального количества денег. На этом, пожалуй, все. Вы смотрели geekinside.ru. До встречи в следующих видео.